Вот не дай бог вы в это поверите Всем привет друзья, всем доброго времени суток, с вами как всегда Герман И я смотрю вам нравится разоблачать видео 60 тысяч пальцев вверх и 70 тысяч пальцев вверх И поэтому мы вновь сегодня займемся тем, что будем разбирать детально, где правда, а где монтаж Герман будет обсуждать честно, если это не честно было Да, благодаря тому, что вы сломали кнопку лайка, на прошлой неделе вышло аж два выпуска разоблачения рекламы Ну если тысяч 50 лайков вы приправите под этот ролик, то на этой неделе придется выпускать тоже второй видос по разоблачению рекламы Ближе к делу, ближе к телу Переходим к первому видеоролику и это Дэвид Бэкком Вдруг неожиданно в кадре появляется еще три мяча И в какой-то момент Бэкком один за другим начинает зашвыривать их в мусорные корзины, которые находятся, ну, просто пипец, как далеко от него Три мяча, три цели, все здорово, замечательно и так далее Как и всегда, для начала мы начали проверять на собственном примере Заготовили импровизационную мусорку и начали по ней пытаться попасть И очень скоро мы сделали свои первые выводы Дело в том, что по тем траекториям, по которым бил Дэвид Бэкком, попасть внутрь мусорки практически невозможно Слишком острый угол, понимаете? Почти всегда будет мяч попадать в край и вылетать из него Единственный возможный вариант, как все-таки попасть внутрь мусорной корзины Это ударить мяч свечой, чтобы он просто сверху опустился внутрь Но Бэкком-то бил не так Далее, если разбирать детально, то в глаза сразу бросается странная траектория полета мяча Плюс качество съемки очень убогое В HD такое видео не найти, к сожалению Да и мячишка нет-нет, да и вылетает из кадра при третьем ударе Мне пришлось несколько дней покопаться в монтажных программах, в обучениях Чтобы наконец понять, каким образом можно поменять направление мяча И чтобы он не вылетал из кадра, чтобы он был внутри всегда Просто мячишка вырезается в ПНГ, накладывается несколько дорожек одна на другую И в конечном итоге у нас получается вот такая вот шняга И видите, я вот здесь могу мяч перемещать как мне угодно То есть куда угодно, куда-сюда, направо-налево А фон при этом остается тот же Там специально выбран фон на пляже, чтобы не было деревьев Чтобы не было лишнего вот этого геморроя на фоне Чтобы проще было с голубым работать Еще раз вам показываю, что мяч можно перемещать как угодно И остается сделать лишь анимацию Работа, естественно, посекундная, покадровая И на все на это уходит очень много реального времени Поэтому мы сделали всего два удара, ну типа второй и третий То есть одно попадание, не вылетая из кадра И сразу же вторым ударом мяч вылетает из кадра И смотрим смонтированную версию Если что, то в реальности ни первого, ни второго попадания не было Они оба смонтировали Конечно же, кто-то из вас умников скажет, что типа там далеко А у вас было близко В этом и сложность заключается То есть чем дальше предмет, тем невиднее Тем проще можно его закинуть за мусорку Просто завести И как бы там даже не нужно прорисовывать, как он попадает внутрь Мы сделали гораздо сложнее вариант, поэтому Итоговый вывод стопроцентный обман ради рекламы Это монтаж Видео номер два У Баварии Мютхен есть, оказывается, свой канал И на нем они периодически выпускают видосики Некоторые из них я уже повторял И тут Артура Видаль решил сделать что-то интересное Он ударил об стенку, мяч качается к нему И он зажигается свеча с направлением мяча к себе И получается так, что он закидывает мяч в ворота Видел огромное количество комментариев и у себя, и в каких-то других футбольных пабликах Мол, это точно монтаж Мяч вылетает из кадра И вообще все это обман И вот прям Герман все это обосрет А вот и нет И если честно, я считаю, что это не монтаж Прекратите бомбить комментарии Давайте разбираться по порядку Во-первых, это не реклама А всего лишь Бавария ТВ И стали бы они заморачиваться ради какого-то одного удара Видаля Особенно если учитывать, что они постоянно какие-то такие видосики Вместе с Видалем и с Ливандовским выкладывают Сейчас все покажу на нашем примере Вроде как то же самое Согласитесь, удар, мяч вылетел из кадра И сразу же идет крупный наезд на ворота Мяч попал, а как, что, может быть, я руками закинул Но давайте посмотрим с другой стороны Вполне вероятно, что и у Артура Видаля тоже закрутился так мяч И да, меня тоже напрягает эта траектория Она слишком какая-то высокая Слишком непонятная И мы видим, что на том поле, куда бил Артур Видаля Там есть другие футболисты Там есть стенка вот эта вот пластмассовая Поэтому, на удивление многим, я скажу, что это видео не монтаж При этом, я повторюсь, не исключаю возможности Что там либо кто-то ударил по мячу И после этого он закатился Либо мяч просто трикошетил там от высокого забора Или там от стенки Или еще от чего-то И после этого уже залетел в ворота А Видаля порадовался Типа это он так и хотел Ты знаешь, что на 1xbet добавили возможность Поставить на то, попадешь ли ты в перекладину В следующем моем ролике или нет Получается, просто надо жать, что попадешь, да? Не-не-не, просто я уже зарядил на то, что ты не попадешь Поэтому давай, подкинь мне поближе Ты веришь в меня? Ну, я уверен, что не попадешь Чирк был Какой чирк? Чирк? Чирк, который дает деньги тем Переходим к третьему видеоролику на сегодня Это баскетбольная площадка И мы видим, как баскетболист забрасывает После чего сразу же издалека футболист забрасывает на гольф Нету никаких срезов по монтажу Нету того, чтобы мяч вылетал за кадр При этом наше понимание вообще мира Дает нам понять, что, епать, как это вообще возможно Так подряд попасть и вот прям 100% И у них там еще много разных попаданий было Я неожиданно для себя узнал, что можно совместить на одной картинке В общем, два объекта И я покажу вам просто на примере самого себя Ну, чтобы вы понимали, что это видео явно монтаж Ничто нам не мешает поставить камеру на штатив И снять два попадания Одно попадание руками и одно попадание ногой После чего происходит магия в монтажной программе И мы видим, как два подряд броска приводит к тому, что мяч попадает в кольцо А если бы я был с кем-то вместе То после наших попаданий мы бы могли бы еще подснять, как мы руки друг другу жмем И тоже все это пустить в один кадр Поэтому, с одной стороны, сказать, что это точно монтаж Я не могу Потому что попадания в любом случае явно пыли Поэтому здесь я все-таки сказал бы, что это монтаж, но выполнимо Овер до хрена нужно потратить попыток И явно профессионалы не будут этим заниматься Только ребята, у которых очень много времени И им некуда их девать Типа меня Три видоса мы сегодня с вами разоблачили И вынесли свои вердикты Показали, где нас точно обманывают Разобрали, где нас обманывают, но не до конца И где все оказалось правдой Хотя изначально выглядело самым настоящим обманом Могу напомнить, что если вам нравится эта рубрика И вы хотите ее вновь увидеть следующим же видосом То 50 тысяч пальцев вверх И я сразу же начинаю разоблачать следующие футбольные видосы На этом на сегодня все Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны Нажимайте на дурацкий колокольчик Все, друзья, всем спасибо за просмотр Вот здесь вот видос появился один Вот здесь видос появился другой Нажимайте на них, обязательно посмотрите И, собственно говоря, все Всем пока Разоблачу, конечно, всех Все это прям Пипец всем